всем всем доброе время суток вот показываю мое денежное дерево вот в августе его посадила вот оно живое и вроде бы как бы немножко даже растет но мне надо его пересадить срочно и я купила я уже показывала как-то да и все фикс прайсе кто ходит туда видели там такие горшочки сразу мне конечно очень понравился то что он маленький как раз не подходит по размеру но сейчас он мне уже разомался единственное что мне нравится вот вот это место а петух вот это не как-то не очень нравится как-то не очень красиво и сейчас я буду его перекрашивать я хотела и петуха закрасить но уж подал мне идею ты его год разрисуй то что петух сам по себе красивый но не яркий попробую я сейчас петуха разрисовать вот буду смотреть ваше видео и переделывать этот горшочек совмещать полезное с приятное для начала я обработаю горшочек ацетоном хоть он и помыть у меня но на всякий случай чтобы какой-нибудь там жирное пятно есть я его протру ацетончиком и наконец-то я попала в строительный магазин купила вот такую эмаль акриловый эмаль для отопительных приборов декоративных экранов и подоконников но я уже пользовалась такой для радиатора потому что очень дорогая это вот я самую дешевую купила акриловая белая краска очень дорогая но я думаю что и это будет нормально и вот у меня много осталось всяких обрезков когда мы стул обтягивали я буду использовать это в качестве спонжиков для нанесения краски эмаль очень густая смотрите густящая густящая но я не буду ее разбавлять потому что может придется даже два раза покрывать вот я один раз немножко здесь попробовала вот у меня полно этих спонжиков осталось обрезков стулья когда мы делали и все равно она немножко будет просвечивает так пока будет сохнуть остальная часть я буду заниматься петухом вот я приготовила колеры разные на вот этой импровизированной палитре в виде крышечки я буду немножко не надо разводить целые баночки я буду брать немножечко белой краски и кисточкой делать колер у меня есть вот такие тоненькие-тоненькие в одну волосинку кисточки вот я ими буду этого маленького петуха разрисовывать показывать не буду потому что это сложно как бы снимать и пока не показывать да и у каждого своя фантазия поэтому смысла нет показать как я разрисовал я лучше сразу покажу нарисованного разрисованного петю петушка в общем я не стала изобретать колец и велосипед вот разукрасила петуха и здесь вот клеймо какое-то было вот нарисовала подсолнух и крутила вертела и салфетки подкладывала ну прикладывала и даже водичкой приклеила но никак ничего не идет сюда и все я тогда я подумала а за что же мне это горшок приглянулся в магазине ну не за петуха же и я решила все начать сначала да не ляпать так как он у меня покрашен был уже белой краской я взяла просто а я именно вот за вот эти рощерки которые здесь были мне он и понравился в магазине и я просто взяла продублировала по выпуклым местам кисточкой покрасила все это лаком у меня не покрыла я сверху лаком по белой краске и потом просто вот так правило пока краска не совсем просохла возле раковины прям встала и вот это все снимала чтобы не было четких линий чтобы именно были вот такие коричневые разводы я губкой мукрой губкой все это вот так смывала и у меня получилось получились вот такие вот рощерки в принципе что было то и осталось ну а петух по моим способностям получился очень даже ничего я вообще не умею рисовать получилось что тут как бы цветы и травка там далеки сосенки виднеются тут плетень и подсолнух я нарисовала на месте клейма уж как смогла так и нарисовала ну такой вот получился у меня в стиле кантри деревенском стиле горшочек ну надоест вот так разверну будет светлым доделала я горшочек до конца подправила петуху здесь хвостик немножко и убрала вот эту которую делала зеленую я перекрашивала зеленый цвет а внутри красную сделала все это убрала вернула опять все на место он изначально был здесь коричневый а здесь никакой был я лучше сделала он просто светлый там был теперь все нормально петух клюет хочет клюнуть подсолнух здесь все как было лаком покрыла два раза я блестит сейчас покажу как он красиво блестит и можно пересаживать цветочек у меня есть вот такая галька у меня есть красивая галька но мне ее жалко прятать под землю в качестве дренажа это мы на дачу ехали и возле железной дороги собрали такую гальку я ее прокипятила чтобы она была чистенькая и сейчас уложу на дно в качестве дренажа земля для скулентов вот такая камешки я уложила землю положила наверно у кого вот растет это дерево хорошо думает что за глупая тетка и ну вот 5 я уже говорила что пятый раз пытаюсь развести это дерево никак она у меня не разводится поэтому столько суеты так сделал такую дырочку я вот и брызгаю вот в такой брызгалке даже не заливаю ничего вот такой вот у меня бизик так не хочется его вырастить ну кажется все посадить посадила поставил на прежнее место здесь не жарко не холодно полутень хорошая такая жалюзи идет пусть теперь растет а у нас на улице весна птички щебечут желаю вам всем весеннего хорошего настроения мира и добра пусть у всех все будет хорошо пока пока пока